Илюха, фонарик! Мы работаем в направлении крымянной. Фонарик — это значит, что нужно проверить, что на дроне вымкненный лихтарик, потому что скиды работают на датчиках светла. Если фонарик вымкненный у нас, то он при взлете раскроется и может это плохо закончиться. Поэтому каждый раз перед взлетом авиатехник кричит пилоту, чтобы он проверил, что все нормально. Мы ведем разведку ближнего края, глубину разведки, коррегуем артиллерию и, если есть приятные для этого умовы, то наносим уражение самостей. Аэррозвитка — это, по сути, очи не только артиллерии, а любого взаимодействия и пехоты, и штурмовой пехоты, и линейной пехоты, и артиллерии, и вообще чего бы там ни было. Все, что нужно видеть, теперь центральную роль и играет аэррозвитка. Позывный кит, все коррегование, оно имеет эффективность только когда мы видим, куда включается снаряд. Если мы стреляем на внимание, то мы можем выклазать десятки боеприпасов, но не включать даже в радиусе 100 метров. Мне, как человеку, которая раньше не служила, сложно уявить, как вообще действует управление, и поиски каких-то целей, важных объектов, и обещаний, как вести без дронов. Просто это просто другой всесвит, ведение боевых действий. Да, дело в том, что активно использовать аэррозвитку, я так понимаю, начали только на начале этой войны. И вот сейчас, как раз, начатка, зароджение, развивание. И никаких мануалов нет, ничего нет. Знания продаются как-то с рук в руки буквально. И доводится много чего придумывать самим, что-то делать, экспериментовать. В последнее время мы недавно в сотрудничестве с Азовом выразили ворожий танк Т-90. И у хлопцов удалось выцелить и вразить танк. Нам сказали потім, что это Т-90. Это было прям чудово. Мы до этого обычно работали по пехоте. Тут появилась такая возможность, и мы с Азовом использовали. Взаимодия была очень простая. Они вышли на нас с тем, что у них есть хорошие обладания, а у нас есть хорошие пилоты. Мы договорились, встретились, протестировали наши общие усилия, выехали на позицию и выполнили заведение. Самое последнее, что я уничтожил, это вооружу МТЛБ за помощью скида коммуникационного снаряда. Тогда противник висунулся на наши позиции близко 40 человек пехоти и 2 МТЛБ. Их прикрывали огнем. Наша артиллерия началась отработать. И после того, как МТЛБ осталась нерухомой, но не снищенной, мы решили добить и самым кумулятивным снарядом скидом с дрону. И скид пришел успешно. МТЛБ была снищена, и никто с поля боя так и не забрал. На моем особистом досвиде больше всего уражений было нанесено вогами. Они довольно легенькие, поэтому их можно вчепляти по два. Один скинул, пристрелился, другой скинул в цель уже. Их там майже в не обмеженой кількости, если даже нет с собой, то пошел до соседей и взял ящик гранат у них. Может это быть что-то саморобное. Например, часто мы пьем очень нон-стоп, и в этих баночках просто напихаем пластин, какие-то гаечки находили в якості осколки, напихали, вставили запал, и саморобные таки виходят бомбочки. Может быть что-то более серьезное типа знакомые, которые делают на 3D-принтере. Это в большинстве все саморобное, потому что, насколько я знаю, стандартизованных боеприпасов для дрончиков не так же и много. Наразі тенденція смещается в сторону использования FPV-шок как средства вогневого уражения. Они не ведут разведку, они не подходят для этого камеры, но они созданы для того, чтобы донести до цели какой-то заряд. И я не знаю, насколько эта тенденція будет сохраняться, но мне кажется, что FPV и вообще ударная аэророзвитка может закрывать с собой, если сейчас не полностью, то хотя бы частично задачи, которые выполняла ранее артиллерия. Может, если она станет больше на поток, больше дронов, больше подготовленных кадров, больше обеспечения, то она, возможно, может полностью сменить артиллерию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Кожен виліт ми ризикуємо втратити дрон, тому що з кожним днем ворог винаходить все нові і нові засоби протидії дронів. Це як і реп, так і захист від скидів. Різні, як ми бачили, наварюють на техніку сітки, навіть над окопами натягують сітки, що туди вже майже неможливо закинути саме якийсь снаряд зі скиду. Тому багато хто думає, що якщо ми десь купили та комусь передали дрон, то він там буде до кінця війни. Це не так, вони втрачаються дуже часто. Це розхідний матеріал, як снаряди. І я вам скажу, що вони, дрони, коштують дешевше, ніж снаряди на міномети та деякі гаубиці. У нас розвиток технологій йде майже паралельно. І в них є FPV-шки, і в нас є FPV-шки, і в них є якісь способи протидії цьому, і в нас є якісь способи протидії цьому. Це дуже така інновативна сфера. І просто треба... Я не можу робити якісь прогнози, бо воно все дуже швидко міняється. Треба просто бути трошки швидшими, трошки живовішими, робити все, бути на крок попереду. FPV-шка – це просто метод доставки. Можна влетіти ним в ціль, і це буде супер точно, бо ти бачиш майже до самої цілі зображення. Можна використовувати як бомбри і скидувати якісь гранати або саморобні вухові пристрої. Можна скидувати міни, щоб дистанційно мінувати. Можна ввести якусь розвитку, якщо буде достатньо хороша камера і хороший підвіз. Можна шукати якісь міні-загородження, можна доставляти якісь припаси на позиції. Дуже багато всього можна зробити. Нас обмежує тільки наша фантазія в цьому плані. Міємо працювати з дронами, тому нам потрібні дрони. Якщо хтось міє працювати з чим іншим, то їм потрібно збирати на щось інше. Я не кажу, що дрони – це панацея. Для нас це дуже важливо, тому що це наше основне знаряддя вбивства ворога. Я дуже хотів якось долучитися не безпосередньо до процесу владнання цього хаосу, що розпочався, і шукав якісь можливості. Я зараз зацікавився аеророзвідкою і пішов як цивільний навчатися на цивільний на той час агродрончик. Крило то було. І на тих курсах так вийшло, що навчалися паралельно з нами групи військових на тому ж самому дроні, тільки в них свої якісь були задачі. І ми з ними якось познайомилися, розговорились. Я там щось спитав одне, вони мені відповіли інше. І кажуть, якщо хочеш користь приносити, то давай до нас підрозділ, у нас якраз буде аеророзвідка. І вони запропонували, я пішов. До війни я навчався займатися програмуванням і тільки почав перші кроки в цьому. Але війна показала, що рано поки що займатися чимось іншим, крім знищення ворога. Дякую за перегляд!